Привет всем, меня зовут Надежда Кулакова и сегодня будет домашний влог, который я хочу начать с приготовления очень вкусного, простого, но весьма сытного завтрака. Итак, для начала нам нужно нарезать помидоры, можно брать и крупные, и черри, какие любите. Когда с помидорами дела закончены, берем яйца, нужно будет их посолить, поперчить, и можно добавить любые ваши любимые специи. Чуть не забыла сказать, готовить я буду на двоих человек, на две порции, тут ориентируйтесь на свою семью, если нужны порции в большом количестве, то яиц берите побольше. Всем вам привет от пуха, и мы продолжаем готовить. Нарезанные помидоры выкладываем на сковородку без масла, но если хотите чуть-чуть пожирнее, то можете и масло добавить. Затем все это переворачиваем, обжариваем буквально по 30 секунд с каждой стороны, и заливаем наши помидорки яичной смесью. А теперь фишечка этого рецепта, выкладываем моцареллу и совсем немножко зелени. Тут я решила добавить еще чуть-чуть специй для аромата и для красоты. Затем накрываем крышкой и оставляем готовиться на медленном огне. А пока мой завтрак готовится, у меня есть немного свободного времени, и я хочу провести его с пользой. Решила сделать небольшую тренировку утром, потому что знаю, что днем и вечером времени на нее у меня точно не останется. Тренировки я беру с сайта FitStars, ведь там их более 2000, а также есть 135 разных программ. Тут есть и похудение, и растяжка, и здоровая спина, и йога, и многое другое. Кстати, я давным-давно оформила безлимитную подписку на данную платформу, и сейчас занимаюсь по программе похудей за 2 недели, и уже вижу результат. Мне нравится, что в тренировках на FitStars очень подробно объясняется и показывается техника выполнения упражнений. Также на платформе есть раздел питания с рецептами полезных завтраков, обедов и ужинов, там даже уже калории за нас подсчитаны. В подписке также доступны обучающие курсы на тему здоровья и ухода за собой. Согласитесь, спорт – это актуально в любом возрасте. И у меня есть для вас приятная новость, с моим промокодом вы получите 70% скидку на подписку. Кстати, в честь Черной Пятницы при покупке безлимита вы еще и подарок получите. Это набор для домашнего фитнеса, коврик и спортивные резинки. Количество подарков ограничено, они достанутся первым 5000 оформивших безлимитную подписку. Давайте ссылку на платформу и промокод я оставлю вам в описании под видео. Ну а теперь можно приниматься за завтрак. Смотрите, какая у нас красота получилась. Такое простое, но очень-очень вкусное блюдо. Получается то ли омлет, то ли яичница, то ли пицца-яичница. Захотелось добавить чуть-чуть углеводов. Беру вот такой поджаренный на гриле хлеб и наливаю чай. Ну что ж, я сейчас позавтракаю, и мы с вами двигаемся дальше. Вы не поверите, но у меня снова накопилась целая гора покупок. И начну я, наверное, с самой большой, вот с этой вот коробки. Да, я наконец-то решилась купить новую елку. Она у нас высокая, 180 сантиметров. Конечно, можно было еще выше, но у нас квартира небольшого размера, поэтому такой высоты будет вполне достаточно. Чуть позже мы ее с вами распакуем, я покажу, как она выглядит. И специально для этой красотки в этом году я решила купить вот такие необычные гирлянды. Они сделаны из деревянных бусин. Я такие уже давным-давно видела, но к нашей белой елочке такие бы точно не подошли, поэтому я решила, что раз у нас сейчас зеленая, а, кстати, да, она зелененькая, вот такие будут просто идеальны. Купила сразу две, пока что цена на них не повысилась, но перед Новым годом я уверена, что цены возрастут в несколько раз, поэтому я вот запасаюсь уже сейчас. Мне кажется, это правильно. И также для этой же елочки я заказала вот такую гирлянду, она на проволоке, заказала одну на пробу, подумала, что если понравится качество, закажу еще. Такая гирлянда в 30 метров стоила 900 рублей, ну, чуть-чуть дороже. Качество мне понравилось, работает хорошо. Я купила именно такую, которая на проволоке, чтобы обмотать веточки, чтобы елка светилась вообще полностью. Не обычную гирлянду вот так кругом или дождиком разместить, а прям каждую веточку, практически каждую иголочку. Ну, ладно, я утрирую, конечно, но вот каждую веточку я точно обмотаю, и елочка будет очень красиво светиться, я надеюсь. Уверена, что мне 30 метров не хватит. Повторюсь, я дозакажу еще, наверное, одну, может быть, даже две. Следующая моя покупка с Озон, это картриджи для моего Полароида. Вот так вот фирма называется. Конечно, это не оригинальный Полароид, но это фотоаппарат, который делает мгновенные фотографии. Я вам уже как-то его показывала. Вот так он выглядит. Покупала, наверное, года 4 или 3 назад тоже на Озоне. Тогда он стоил больше 10 тысяч, сейчас стоит намного дороже. Качество фотографий не скажу, что супер-пупер, но вот такие, знаете, из детства как будто бы полароидные, именно такие и получаются. И вот именно к этому малышу я заказала вот такие картриджи. Тут в комплекте их две штучки, и в каждом из них по 10 фотографий, так что хватит надолго. Фотографирую я на него нечасто, потому что очень дорого выходит фотография, и поэтому выбираю самые памятные моменты, и только тогда и делаю фотографии. Такой набор стоит 2,5 тысячи. Следующая покупка с Азон – это краска для волос. Вы знаете, что я крашусь регулярно. И вот, наконец-то, я выбрала себе цвет 4М. Вот такая вот фирма. Не знаю, как правильно называется. Ну вот тут можно, наверное, ознакомиться с информацией. Честно признаюсь, я у этой фирмы пробовала уже много разных оттенков, и, наконец-то, остановилась на вот этом. Такая краска стоит, по-моему, рублей 300. Мне хватает на 4 или 5 месяцев. Я крашусь каждый месяц, даже раз в 4 недели. Крашу волосы я, кстати, не по прихоти, не просто потому, что хочу себе цвет поменять, а потому что у меня седина. Причем она у меня с 20 лет, поэтому вот я крашусь уже больше 10 лет, и крашусь регулярно. И вот, наконец-то, остановилась на этом цвете, который меня полностью устраивает. Идем с вами дальше. Вот эти покупки подробно показывать не буду, потому что хочу все это продемонстрировать, видео с подарками. Так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить этот ролик. Идем с вами дальше. Смотрите, какие классные варежки я себе нашла. Просто влюбилась в них. Тут мне нравится и оттенок. Он не чисто белый, он такой молочный. И материал вот такой барашек. Очень в последнее время полюбила такой материал. Внутри они вот такие вот мягенькие. Я купила их в магазине Ханой. Если вы из Ижевска, вы знаете, где он находится. Он находится в Авроре на минус первом этаже. Там, где светофор и фикс прайс. И хоть у меня уже есть подобные варежки, просто пушистые, не такие барашковые, а прям пушистые из фикс прайса, я решила, что мне еще одни нужны. Мало ли, какая зима будет холодная. Ну или просто я не устояла перед такой милотой. Стоила такая пара 300 рублей. Так, и давайте посмотрим, что у меня еще в этом пакете. Помните, я вам уже такую простыню показывала? Да, повторно заказала, как я вам и говорила в прошлом ролике. Мне понравилось качество, поэтому решила взять. Кстати, если нужна ссылка, напишите в комментариях. Я, конечно же, вам оставлю. Это стопроцентный хлопок. Материал называется сатин, так что он такой гладкий. На шелк, конечно, не похож, но приятный на ощупь. Размер у меня 180 на 200. И эта простыня идет на резинке. Стоит полторы тысячи. Еще с Азон я в себе заказала шампунь и бальзам для волос по рекомендации моего парикмахера. Она сказала, что вот, мол, такая фирма хорошая. Ну да, я знаю эту фирму. У меня есть флюид и спрей для волос от этой же фирмы. Поэтому в качестве я уверена. Я уже опробовала шампунь. Кондиционер пришел совсем недавно. Вот шампунь понравился. Потом еще вместе с кондиционером попробую. Надеюсь, что оценю. Вообще эффект будет вау. И краска будет меньше вымываться. А то каждый раз, когда мою голову, у меня вода коричнево-черного цвета. Так, это все показала. Это давайте уберем. Что это за красная тряпочка? А это вот такой мой заказ с Вайлберрис. Я сначала думала, ну, судя по фотографии, что эта кофточка будет не такой. Я думала, что она вот тут вот посерединке сшита. Но нет, это оказывается вот так вот. Она заворачивается, вернее, обворачивается вокруг талии. И вот с такими длинными рукавами. Ну, лонгслив, кто как называет. Причем камера передает таким насыщенным красным цветом ее. Но она не такого цвета. Вот на фотографии у продавца тоже такой приятный алый цвет. А вживую это какой-то холодно-серо-красный. Вот такой цвет, как на камере. Мне нравится. А такой не очень. Но я все равно решила оставить, потому что мне понравилось, как на мне сидит. Очень красиво, женственно смотрится. Так, вот покажу вам состав. Там, по-моему, еще был бежевый цвет. И черный, может быть, голубой. Но я могу ошибаться. Я выбрала себе красный. Можно будет носить с джинсами с высокой талией, с брюками. Будет смотреться очень красиво. Так, еще одна покупка. Тут тоже одежда. И тут у меня вот такой большой оверсайз свитер. Купила в магазине Асиан. Тысячу раз вам про него уже говорила. Давно себе искала такой большой черный свитер, чтобы можно было с леггинсами носить. И мне было важно, чтобы он был в рубчик. Вон, вот, в рубчик нашла. Еще, чтобы материал был приятный, не скрипучий. Да, это синтетика, но она какая-то адекватная синтетика, если можно так сказать. И вот тут все сошлось. И размер, и цвет, и как на мне сидит. И стоило это все 1200. По-моему, недорого. Ну что, остался у нас последний пакет. Здесь у меня покупки из фамилии. Так, первая покупка из фамилии. Это вот такие зажимы. Давно на них смотрела. Я ждала скидку и дождалась. Купила два зажима за 159 рублей. Один из них я буду использовать для пакета с мукой, потому что он очень большой. А второй буду использовать для пакета с наполнителем у котов. Давно искала вот именно такой широкий, чтобы можно было без проблем закрывать. И тут у меня идет одежда. Купила я себе футболку. Уж больно понравился материал. Вообще такая ткань, знаете, очень дорого, которая смотрится. Качественный, плотный хлопок. Не тряпочка, как у многих футболок бывает. А прям хлопок так хлопок. Не знаю даже, как описать, но качество огонь. Фирма Зарина. Купила за 1000 рублей. И это, знаете, недорого. Потому что я потом заходила после фамилии в Твое. И там за 1000 рублей была футболка. Ну просто какая-то реально тряпочка. Вот не сравнить с таким материалом. Поэтому, как говорится, все познается в сравнении. И вот такая вот футболка намного лучше. За такую не жалко 1000 отдать. А вот и следующая покупка из магазина Фамилия. Это вот такая теплая рубашка в клеточку. Мне так понравилось цветовое сочетание. Я примерила и все. Думаю, ну забираю. Мне нравится, что тут длинные рукава. Мне нравится, что рубашка очень длинная. То есть можно спокойно с леггинсами носить. С какими-нибудь очень обтягивающими джинсами, брючками. И все будет прикрыто комфортно. Но, кстати, благодаря вот таким вот вырезам смотрится очень даже женственно. Стоила такая рубашка дорого. Ну, для меня это дорого. 2500. Но я просто не смогла без нее уйти. Вот честно, если бы я ее не примерила и увидела за такую стоимость, я бы не купила. Но когда я ее надела, подумала, ну все. Отдаю 2500. Просто забираю эту красотку. Очень-очень она мне понравилась. Так что о покупке не жалею. Материал тут, знаете, очень приятный. Чуть не забыла показать вам состав. Состав 100% хлопок. И вот название производителя. Мало ли у вас фамилии нет. И захотите такую рубашку, может быть, по названию получится найти. И, как обещала, давайте покажу елку. Я ее, конечно, собирать сейчас не буду. Просто покажу вам, какая она красивая. А соберем ее вместе с вами уже в декабре. И там уже во всей красе я ее вам продемонстрирую. Смотрите, какая прелесть. Ну как настоящая. Я хотела именно литую елочку. И, кстати, каюсь, это уже вторая елка, которую я заказывала с Азон. Первую я вам не показала, потому что была очень сильно ею расстроена, разочарована. Она была очень плохо прокрашена. Вот тут, видите, по центру идут коричневые веточки. И вот этот коричневый цвет просто был вот так вот нанесен на иголки, как попало. То есть елка была не зеленая, а какая-то с пятнами. Ну не очень красивая. Тут тоже это прослеживается. Я вижу, что чуть-чуть есть таких, но они практически незаметные. А вот на той предыдущей елке это прям так сильно бросалось в глаза, что я решила, что я такую себе елку точно не хочу. Вот тут такая металлическая подставка для елочки. Я пока не знаю, буду ее чем-то закрывать или нет. Знаю, что есть какие-то меховые накидки на вот эту подставку. Есть плетеные. Пока не знаю, надо нам это, не надо. Потом решу. А елка, в принципе, мне очень-очень нравится. Цвет прям как я хотела. И выглядит, ну реально, как настоящее. Знаю, что похожие елочки можно купить дешевле. А она у меня стоила 15,5, по-моему, тысячи. Но в основном эти елки вот тут идут у основания с ПВХ веточками. То есть вот с такими вот. То есть они там такие же длинные, как и литые. Ну для густоты, что ли, их добавляют, я не знаю. Но я не хотела ПВХ. Я хотела вот именно литые. И все. Теперь есть такая елочка у нас. Так. И после того, как я сделала все домашние дела, настало время отправляться на работу. Я отправляюсь по магазинам, буду снимать для вас обзоры. Мало ли вдруг вы впервые на моем канале и не знаете, что у меня есть второй YouTube канал, где я делаю обзоры в разных магазинах. Там демонстрирую различные товары и рассказываю обо всех акциях. Согласитесь, это очень удобно, когда у вас есть такой человек, который вместо вас пробежится по всем магазинам, снимет товары, расскажет о ценах, о достоинствах и недостатках. Также расскажет про скидки и акции. Так вот, я и являюсь таким человеком. Помогаю своим зрителям экономить деньги и быть в курсе всех-всех интересных новинок. Кстати, давайте ссылку на мой второй YouTube канал, на рабочий канал. Я оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео. И буду ждать вас в гости. Ой, чуть не забыла, у меня, кстати, есть еще телеграм-канал, где обзор из магазинов я загружаю несколько раз в день. Уверена, что вам тоже пригодится такой канал. Давайте ссылку на него также оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео. А тем временем у нас уже наступил вечер, и мы с Артемом отправились в магазин лента для того, чтобы купить продукты. Спасибо. 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 Дальше грудка куриная. Я думаю, сделаю отбивные или, может быть, запеку с картофелем. Потом уже подумаю и решу. Также, как обычно, если вижу по акции, беру вот такие вот дамплинги. Это, я так понимаю, корейские пельмешки, они с курицей, с овощами, очень вкусные. Их можно запекать, можно и просто жарить, и варить как угодно готовить. Мне очень нравится. По акции стоят чуть дороже 200 рублей. Дальше сосиски. Очень нынче стали дорогие, но они такие вкусные, что мы их постоянно берем. Это из индейки. Вообще, очень хороший тут состав, так что рекомендую присмотреться. Конечно же, постоянная наша покупка – это фарш и котам, и нам тоже. Что-то нам в последнее время полюбились вот такие вот вареники с картофелем и жареным луком. Взяли сразу две пачки, но они действительно очень вкусные. Выручают когда лень готовить, просто достал, сварил себе штучек 6-7, может быть, даже 10, и наелся. Каждая такая пачка стоит 123 рубля. И последнее, что находилось в этой сумочке – это помидоры черри. Тоже уже много раз вам именно вот эту фирму показывала. Они действительно вкусные. Ну и смотрите, какие они аппетитные. Вот как настоящие помидорки должны выглядеть, так и выглядят. Так, все это убрала в морозилку и в холодильник. Смотрим дальше. Наверное, если вы давно на меня подписаны, вы вспомните этот хлеб, который я покупаю в Ленте. Не знаю, уже в сотый раз. Он очень вкусный. Производит именно сама Лента. Стоит он 90 рублей. Тут и зернышки, вот какие-то хлопья овсяные. Очень-очень приятный на вкус хлеб. Тысячу раз за этот обзор продуктов скажу вкусный. Ну, потому что действительно достойный хлебушек. Очень ароматный, свежий. Знаете, такой вообще аппетитный. Так, здесь у нас остатки йогурта, которые мы пили по дороге. Дальше. Всяких нам, как обычно, давали флайеров. Так, тут у нас молочка. Тоже уже показывала вам несколько раз йогурты этой фирмы. Теос мне нравится. Тут хороший состав. Ассортимент у них настолько богатый, что я каждый раз что-то себе смотрю, выбираю. Так, это уже другая фирма. Я взяла этот йогурт, потому что он якобы без лактозы. Посмотрим, как отреагирует мой организм. Еще один Теос. Это, знаете, вот такой полноценный перекус или даже, можно сказать, ужин. Дальше нашим котикам взяли подушечки. Они их обожают. Так, еще какие-то акции нам дали. Лимон. Вышел на 17 рублей. Сейчас в чай класть, чтобы себя получше чувствовать, чтобы витаминки были. Еще одна интересная находка в ленте. Это вот такой творожок с вишней и шоколадом. Очень надеюсь, что он мне понравится, потому что я сочетание шоколада и вишни обожаю. Дальше взяли сметану. Это для Артема. Конечно же, мои любимые десерты. Брауни. Сразу две штучки взяла. Да, они сейчас не по акции. Жалко, что не по 100 рублей стоят, а по 124. Но я все равно взяла, потому что уж больно они мне по душе. Еще взяла вот такие. Уже когда-то их покупала, наверное, полгода назад или год. Покупала довольно часто, переела. Они мне надоели. Сейчас готова снова их есть. Там тоже, по-моему, нет сахара. Ну, такой, знаете, десерт. Небольшая альтернатива обычным шоколадкам. Ну, я, конечно же, простую шоколадку тоже взяла. Чуть позже покажу. Вот такой еще один тест. Сейчас апельсины захотелось, что-то апельсинов. И мандаринов. Ой, как я даже порался. Все, настало время, когда моя мандариновая зависимость обострилась, и я снова их хочу. Знаете, летом, весной, даже осенью я вообще мандарины не хочу. Прохожу мимо. Но вот как наступает ноябрь, появляются первые елочные украшения в магазинах, елки ставят. Все, меня как переключает, я хочу мандарины. Смотрим дальше. Взяли вот на пробу такое песто. Надеюсь, что понравится. Там с какой-нибудь пастой, с макарошками. Ну, будем надеяться, что это вкусно. Творожок. Этот, по-моему, я себе взяла. Да, обезжиренный. Это мне. А, Тема тоже себе обезжиренный взяла. Ну, короче говоря, одинаковый себе творог взяли. Естественно, я не смогла устоять от этой своей шоколадки. Обожаю ее. Покупаю уже много-много раз. Вы, наверное, уже устали ее в моих обзорах видеть. Но я люблю эту шоколадку. Вот именно коммунарку. Именно горький с черной смородиной или с клюквой. Это просто, простите за такой же организм, отвал башки. Это просто невероятная вкуснота. Еще полезные вкусняшки. Вот такое печенье. Оно мне нравится. Я уже покупала. Еще одна кокосовая шоколадка. Вернее, батончик. Так, сыр. Тоже уже не знаю, сколько раз вам его показывала. Хороший состав. Цена адекватная. За 400 грамм 389 рублей. Это недорого. Так, дальше. Артем взял себе на пробу вот такой соус. А тут я не знаю, что меня в голову ударило. Захотелось чуть-чуть шоколадки. Именно с фундуком и изюмом. Видимо, я вспомнила шоколадку из детства. Помните, сударушка была. Вот там и орехи, и изюм был. Я решила, что хочу снова ощутить хоть какой-то похожий на это вкус. Так, чек я попозже покажу. Ну, тут, ясное дело, взяли туалетные бумаги. Дальше взяли салфетки. Стоит такая пачка 62 рубля. Это, по-моему, 180. Вот такую зеленушку взяла, чтобы с помидорками. Можно даже песто добавить и с удовольствием есть. Тебе интересно, да, слушать? Пух. Пухчик. Что там, скажи, распаковывают интересного? Ой. Смешной маленький котик. Возвращаемся к покупкам. Еще один йогурт. Тоже понравилось сочетание вкуса. И решила взять не йогурт, это творожок. Малина и маскарпоне. Никогда не пробовала. Люблю что-то такое интересное находить. Творожный сыр, как обычно нам на бутерброды. А бутерброды, естественно, будут с авокадой. Дела сразу много. Так. Это. Закрываем глаза. Как будто бы мы этого не покупали. Не хочу вас учить покупать такие вещи, потому что тут пользы особо нет. Вот, знаете, все меня поймут. Кто-то когда-то, довольно часто, может быть, кто-то хочет что-то такое вредное. И вот мы подсели на рамен. Очень нам нравится эта лапша. И вот покупаем. Естественно, мы это за раз не съедим. Это нам, ну, недели на две. Каждому вот по две пачки. Так. Дальше тут у нас помидоры. И взяли сейчас вот перекусить. Артем взял себе парус. А я решила взять свеклу с чесноком. Очень ее люблю. Вот сейчас хлебушком и поем. И, как обещала, говорю, насколько у нас это все вышло на 6100. Как думаете, дорого за такое количество продуктов или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А теперь настало время ужина. Я налила себе большущую кружку чая и приступаю к готовке. Буду готовить из того, что есть в холодильнике. Честно признаюсь, конкретного рецепта у меня нет. Я часто импровизирую. И сегодняшний ужин тоже такой же. Я буду готовить рис с курицей и овощами. Хочу еще добавить песто. Ну что ж, посмотрим, что у меня получится. Но сначала нужно же, конечно, угостить кота. Будешь? Так ты будешь или не будешь? Просишь ведь? Будешь? Не будешь? Вода уже закипела. Можно отправлять рис в кастрюлю. Я беру два пакетика на две порции. Добавляю куриный бульон. Конечно, тут можно добавить любые специи, какие вы хотите. А для того, чтобы обжарить курицу, нужно чуть покопаться в коробочке со специями, чтобы найти ту самую. Кстати, я в последнее время зареклась покупать специи, пока не потрачу все это великолепие. И от души хочу порекомендовать вот эту специю, которую я покупала в светофоре. Там она совсем недорогая, всего лишь 30 рублей, и она очень вкусная. Ну а пока рис варится, курица жарится, мы принимаемся за овощи. Сразу скажу, что овощи сюда можно положить любые, какие вы хотите. Я буду использовать те, которые я нашла в холодильнике. И вот такая вот яркая, сочная нарезка у нас получается. И смотрите, курица-то уже готова, и рис, кстати, тоже. Так что можно начинать сервировать себе ужин. Выкладываем рис в глубокие тарелки, и еще я решила добавить по одной столовой ложке песта. Мне кажется, так будет вкусно. Но тут вы можете импровизировать и добавлять тот соус, который вы хотите. А вот теперь начинаем творить и выкладывать овощи. Конечно, опять-таки можно было сводить все в одну кучу, но мне захотелось сделать кое-что красивое. И вот такое вот произведение искусства у меня получилось. Думаю, что если вы давно на меня подписаны, вы знаете, что я люблю простые и вкусные рецепты. Так вот, еще один рецепт в мою копилочку. Многие мои зрители просят показывать почаще котов. Ну что ж, уважу вашу просьбу. Смотрите, как кот обожает играться с веревочками. А, кстати, может быть, кто-то из вас не знал, но у моих котов есть свой личный ютуб-канал. Его ведет Артем. И давайте ссылку на этот канал я оставлю вам в описании под данным видео. Уверена, что многим понравится. И вот сегодняшний день подходит к концу. Я уже сижу, отдыхаю, вышиваю. Вот такое у меня уже продвижение в моей картине. Вот так должно выглядеть в конечном итоге. Параллельно я еще смотрю сериал и любуюсь малышом Пухом. Ну что ж, а на этом сегодня все. Очень надеюсь, что вам понравилось. Спасибо вам большое за внимание. Буду благодарна за ваши лайки и комментарии. До новых встреч!